скажу тебе только одно моя золотая несравненная лянечка наша с тобой жизнь принадлежит истории пройдут сотни лет и наши имена будут милые людям и о нас будут вспоминать с благодарностью эти слова написал николай гаврилович чернышевский своей жене ольги сократовне из тюрьмы его посадили как опасного политического преступника по сфабрикованному делу его обвиняли в призывах к насильственной революции в россии что он пытался поднять крестьян звал крестьян к топору а он писал своей жене наша с тобой жизнь принадлежит истории наша с тобой то есть он был уверен что настоящей революции являлись их семейные отношения потому что они пытались построить свою семью на новых теоретических основаниях но мы поговорим не только о них теоретиками новой этики любви в 19 веке были три выдающихся социалиста александр герцен николай чернышевский и николай добролюбов все они боролись с неравенством с предрассудками за свободу человека натали захарьи на натали герцена ольга сократовна чернышевская и терезы грюнвальд были три молодые женщины вместе с которыми они попытались притворить свои теории в жизнь и получились три семейные драмы три страшные любовные истории какими герцен чернышевский и добролюбов видели новые форматы семьи как своих семейных отношениях они пытались бороться с неравенством и почему все-таки кажется они потерпели крах первыми из них были александр герцен и натали захарьи на натали была такой восторженной книжной девушкой она была незаконно рожденной воспитывалась в доме у своей капризной тетки которая во всем ее контролировал и не выпускала из дома и поэтому самого детства натали привыкла быть одинокой много болела немного читала у натали был двоюродный брат александр герцен тоже незаконно рожденный в детстве они с ним почти не общались а вот по-настоящему сдружились в период его тюремного заключения и первой ссылки герцена было тогда 22 года его посадили в тюрьму за пение антиправительственной песни натали было 17 лет и вот они начали писать друг другу длинные письма и постепенно они начали ощущать что эти письма становятся все более теплыми они все больше друг друга понимают проникаются каким-то духовным родством и постепенно они полюбили друг друга по переписке надо сказать что это был конец тридцатых годов эпоха романтизма их переписка была полна такого своеобразного религиозного романтизма любовь о которой они очень много там говорили воспринималась ими как небесная любовь как некая высшая духовная сущность по сравнению с которой все человеческое все на земле не имеет никакого значения и вот герцен решился на романтический поступок он тайно поехал в москву выкрал натали у тетки тетка ее как раз собиралась выдать замуж и точно не за ее сильного двоюродного брата привез во владимир где он отбывал ссылку и они повенчались про герцена нужно знать что с самого юного возраста он ощущал себя исторической фигурой он чувствовал что может стать великим человек после восстания декабристов он был убежден что его предназначение это бороться с рабством и деспотизмом и вот он жаждал деятельности очень хотел заниматься литературным творчеством философии политикой и сразу после свадьбы обнаружилось роковое несовпадение герцена и натали у которой кроме этой ее небесной любви романтической никакой другой деятельности не было литературное творчество философию и политику она стала воспринимать как своих соперниц и стала ревновать мужа к работе а герцента которому нужно было в ссылке работать еще сидеть некоторые часы просиживать в разных канцеляриях он постоянно пытался урвать небольшое время какое-то для того чтобы поработать пописать он приходил домой садился за стол и тут появлялась дверях заплаканная натали и говорила я тебе не нужна и мне лучше умереть я тебе скучно герсон как-то пытался ее занять он говорил натали ты же тоже талантлива ты же хотела заниматься искусством ты хотела заниматься наукой она ему говорила саша у меня нет никаких талантов может быть какие-то задатки у меня и были но их всех задушили в детстве мне же не давали ни колочка бумаги не карандаша с этого момента в семье герценах начался затяжной кризис который был отягощен еще смертью троих новорожденных детей конечно эти события привели к тому что наталья начала менять свое мировоззрение постепенно она перестала благотворить мужа который оказался беспомощным перед лицом смерти а потом герцен я еще изменил с горничной и вообще наталья долго страдала и переживала по этому поводу но постепенно кризис начинал сходить на нет и через некоторое время со стороны начало казаться что гармония в семье восстановлена но она была восстановлена уже на новых теоретических основаниях за годы кризиса герцен понял что главной причиной их семейных бед была общая неудовлетворенность жизни наталья герсон считал что наталья тоже была рождена для великих дел тоже была рождена для деятельности но в современном ей русском обществе в котором женщинам даже запрещалось получать высшее образование она не видела и не имела никаких перспектив для этой деятельности и это неудовлетворенность компенсировалась у нее гипертрофированной потребностью в любви и вот сорок втором сорок третьем году в своем дневнике герцен сформулировал тезисы первого русского феминизма первое в будущую эпоху не будет брака жена освободиться от домашнего рабства то есть ей теперь уже не нужно быть хозяйкой не нужно заниматься бытом нужно заниматься уборкой и готовкой второе в будущую эпоху нас ждет свободное отношение полов и публичное воспитание детей то есть женщина теперь не будет привязана к дому как воспитательница третье в новом обществе женщина с помощью образования нравственно укрепиться и не будет больше односторонне привязана к семье то есть в новом обществе и будут открыты все профессии и она может получать любую реализацию и четвертое и главное в новом обществе женщина на равных будет вовлечена во все общественные дела то есть будет заниматься всеми гражданскими вопросами и политикой тоже последние пункты для нас особенно интересно конечно идеи эмансипации пришли к нам из франции в начале 40-х годов но во франции они были какие-то немножко легкомысленные во франции тогда пропагандировали реабилитацию плоти то есть то что мы должны отказаться от старой ханжеской морали и вспомнить о теле и реабилитацию сердца эту идею придумывала известная писательница жорж сант которая считала что любовь это такое высокое чувство которое не может быть ограничено узами брака на фоне всего этого герцен придал феминизму какой-то русской серьезности по сути он пропагандировал реабилитацию деятельности для женщины и вот герцен все это придумал и решил это внедрить в голову наталья внедрить и намекнуть о том что ей уже пора забыть наконец про всю эту небесную любовь про всю эту романтику и просто вместе заниматься делом и лучше всего делом общественным и наталья кажется согласилась она писала в своем дневнике я женщина свободная я женщина без иллюзий и кажется что план герцена увенчался успехом но не тут то было герцен перестарался в своей борьбе с романтизмом и в своем навязывании реализма когда они с наталья эмигрировали в европу они познакомились там с немецким таким поэтом романтиком по фамилии гербик и наталья в него влюбилась идея эмансипации сработали но не в том ключе в котором хотел герцен наталья поняла что если она свободная женщина то она может просто уйти от александра и может свою неудовлетворенность и потребность в любви лечить не деятельностью а обретением новой небесной любви но уже с гервигом дальше их история развивалась трагически наталья металлась между герценом и гервигом никак не могла сделать окончательный выбор и конечно их семейная жизнь превратилась в полный кошмар но то ли была болезненной женщиной от всего этого слегла к тому же она находилась на девятом месяце беременности и в 1852 году наталья умерла родами герцен больше не занимался идеями феминизма но жизненные драмы подтолкнули его написать великое произведение было и думая где история его отношений с наталья была центральной весь мир читал было и думая и обливался слезами ольга сократовна васильева была дочерью небогатого врача в саратове она была девушка очень яркая очень красивая очень темпераментная но саратовском обществе ее считали легкомысленной уж слишком она любила шумные вечеринки ее все время окружали молодые люди с которыми она кокетничала у нее постоянно были какие-то поклонники а может быть даже и любовники чернышевский познакомился с ней как раз на одной из таких вечеринок и она ему очень понравилось как раз своей раскрепощенностью про чернышевского надо знать что он был разночинцем сыном священника который получил высшее образование образованным разночинцем в середине девятнадцатого века было очень тяжело жениться потому что после университета они же хотели себе образованную девушку не какую-нибудь простушку а девушку с которой можно было бы разговаривать о книгах то есть дворянку они один нормальный родитель никогда мы не отдал свою дочку дворянку за плебея разночинца к тому же еще и бедного это было какое понижение статуса и чернышевский придумал что ему нужно искать дворянку с изъяном а ольги сократовны как раз такой изъян был в ее сомнительной репутации чернышевский сделал ей предложение и она согласилась чернышевский как новый человек как социалист конечно выступал за женскую эмансипацию и он хотел построить свой семейный проект на новых прогрессивных идеях на идее свободы сердца жорж санд что любовь это великое чувство которое не может быть ограничено узами брака и на идее право на измену чернышевский даже придумал такую концепцию разогнутого лука то есть раньше в традиционную эпоху мужчинам можно было изменять а женщинам нет так вот теперь мы должны как раз разрешить измену женщинам разогнуть этот лук в другую сторону и только так со временем может наступить равноправие чернышевский конечно знал и предвидел что в петербурге его жену тоже будут окружать молодые люди и что их будет много и что скорее всего она тоже будет с ними кокетничать но чернышевский надеялся что очень скоро они станут соратниками что ольга сократовна прочитает правильные книги что у нее возникнут другие потребности ей просто не нужно будет не захочется просто изменять что она изменится но не тут то было ольга сократовна совершенно не хотела меняться и в петербургской квартире она начала устраивать такие же шумные вечеринки как устраивала саратове она рассказывала что любила в самый разгар танцев незаметно от гостей выйти из дома и полюбоваться залитыми светом окнами своей квартиры и говорить прохожим смотрите это веселятся у чернышевский право на измену она тоже восприняла с благодарностью ах как много мужчин меня любили вспоминала она вот иван федорович ловко вел свои дела и никто даже не подозревал что он мой любовник канашечка она называла чернышевского канашечка канашечка то все знал мы с иван федоровичем валькове а он пишет себе у окна только представьте эту ситуацию они валькове а чернышевский пишет себе у окна то есть как будто они находятся в одном пространстве в одной может быть комнате как которая просто разделена какой-то ширмой но больше всего меня поражает другая история это тоже воспоминания ольги сократовны одна строчка полон дом гостей а канашечка в передней за конторкой пишет свои статьи вот представьте себе тоже эту ситуацию то есть такое ощущение что вся квартира отдана вечеринки по комнатам ходят гости а чернышевскому для того чтобы писать для того чтобы работать нужно стоять в коридоре и вот он стоит в коридоре среди наваленной одежды пришедших гостей и пытается работать не знаю хочет он пойти с ними вместе веселиться или не хочет но совершенно очевидно что ему нужно работать ему нужно писать свои статьи для журнала современник и вот меня интересует такой вопрос вот он стоит и смотрит на эту дверь на дверь из которой доносится смех какой-то из которой доносится звуки музыки и как он на эту дверь смотрит он смотрит на нее с осуждением или со снисхождением то есть он думает когда они уж наконец уберутся из моей квартиры или наоборот он думает да пусть они веселятся да пусть веселятся у них просто пока еще довольно примитивные потребности потому что общество такое но когда мы социалисты все изменим люди тоже изменятся и у этих людей появятся новые потребности и они станут лучше в тот момент чернышевский писал статьи которая ждала вся читающая россия но по крайней мере вся читающая молодежь его статьи для современника пользовались такой популярностью что их переписывали от руки и какие-то фрагменты учили наизусть его собственно и посадили потому что он оказывал слишком большое влияние на молодежь власть очень боялась в тот момент человека который писал свои статьи в коридоре в любом случае все печальные предсказания чернышевского сбылись по слухам двое из троих его детей были не его и он в общем конечно знал про измены жены и переносил все это стоически только одно его очень огорчало что жена ольга сократована не прочитала ни одной его статьи их общих интересов в них так и не появилась чернышевский пытался себя убедить что все хорошо пытался себя убедить что он живет именно по тому семейному проекту который сам для себя придумал в котором все его члены могут спокойно развиваться и как собственно реализовывать собственные потребности но своему брату который в общем не очень-то хорошо знал прогрессивные концепции он писал что постоянно мучает отчаяние чернышевский прожил с ольгой сократовной почти 10 лет в 1862 году он был арестован за политическую пропаганду и разлучен с ней на 20 лет каторги и ссылки но когда они объединились жизнь опять пошла по-прежнему и уже будучи старым в письме к своему брату он писал ты думаешь в сибири мне жилось нехорошо да только в сибири я и был счастлив еще в тюрьме чернышевский написал свой выдающийся роман что делать в романе есть героиня вера павловна которая очень похож на ойку сократовну и герой лопухов который очень похож на него и в романе как будто повторяется их история но вот интересно семейный проект чернышевского и ольги сократовны как будто потерпел крах а в романе все прекрасно в романе все счастливы почему так вероятно чернышевский в романе изобразил идеалу отношений семейных которых он не добился в жизни чернышевский же очень хотел чтобы ольга сократовна стала его соратницей а она таковой не стала а в романе вера павловна становится соратницей лопухова она читает книги которые он ей приносит фир баха фурье она открывает швейные мастерские она потом идет на медицинские курсы чтобы стать врачом то есть она становится этим новым человеком то есть можно сказать что вера павловна это идеал чернышевского который он не имел в жизни тереза глюнвальд была проституткой но не самый типичный по статистике в середине 19 века в петербурге 85 процентов проституток были крестьянками а она была мещанкой и немкой по статистике 99 процентов девушек из публичных домов не имели среднего образования а тереза получила хорошее домашнее воспитание до того момента как ее семья разорилась тереза начала заниматься проституцией в 17 18 лет почему так случилось мы не знаем но мы знаем что в 19 лет она познакомилась с студентом четвертого курса педагогического института николаем добролюбовым он ходил к ней не так часто примерно раз в месяц но уже через полгода в своем дневнике он начал писать что влюбился про добролюбова надо знать что он тоже был образованным разночинцем как чернышевский и испытывал те же проблемы с женитьбой но если чернышевский решил себе искать дворянку с изъяном то добролюбов следовал другой концепции спасение образованным человеком падшей женщины эта идея тоже пришла к нам в сороковые годы из франции и отразилась в большом количестве литературных произведений но добролюбов имел смелость реализовать ее на практике в тот момент литераторы и мыслители-социалисты которые симпатизировали идеям эмансипации женщины с большим вниманием с большой жалостью относились к проституткам пытались их апоэтизировать называли магдалинами 19 века и в общем добролюбов тоже об этом писал он писал а чем мы люди умственного труда отличаемся от проституток вот мы например продаем свой мозг певцы продают свои связки то есть разница только в том что мы продаем а если будут говорить что проститутки торгуют самыми священными чувствами чувством любви и это безобразие то разве например кормилицы не торгуют еще более святым чувством чувством материнства актеры которые постоянно играют которые торгуют всеми эмоциями и всеми чувствами они ведут себя не безобразно проститутки просто не притворяются. Их можно жалеть, но обвинять никогда. На глазах Добролюбова условия жизни Терезы ухудшились. Из квартиры, частной квартиры, где она принимала своих клиентов, она перешла в публичный дом, и там как-то все стало сложнее. Она жаловалась Добролюбову, что у нее очень злая хозяйка, что она заставляет ее все больше и больше работать, что она ее штрафует, что Тереза по этому поводу начала больше пить алкоголя, и Добролюбов решился ее спасти. В 1857 году он выкупил Терезу из публичного дома, заплатил штраф ее хозяйке, и они стали жить вместе. И поначалу Добролюбов был совершенно счастлив. Он познакомил Терезу с Чернышевским и с Ольгой Сократовной, он писал ей стихи «И ты, мой друг, мой ангел милый, на мой призыв отозвалась, любви таинственную силой, ты осветилась и спаслась». Но идея спасения предполагала не только выкуп, это только начало. Идея спасения предполагала, что нужно приобщить женщину к работе и развить ее. И тут тоже все было как будто хорошо. Тереза говорила, что хочет работать, взяла себе на дом какое-то шитье, хотела устроиться в артистке, пойти в театр. Но шить оказалось как-то очень тяжело, как-то муторно, и оказалось, что шитье приносит очень мало денег, да и в театре у нее как-то не срослось. Она писала Добролюбову, что она пришла в театр, а ей сказали, что актрисе быть тяжело, потому что на актрису оказывается надо учиться. А вот, например, танцы, это легко, на них учиться не надо, и я буду танцевать, сказала она. Добролюбов, конечно, начал уже понимать, что все это отговорки. Работать-то она совсем не хочет и как-то только придумывает, как этим не заниматься. И через полгода они расстались. «Кажется, я никогда не любил эту девушку», — писал он в дневнике. «Кажется, я жалость принял за любовь». И дальше. «Ах, если бы у меня была девушка, которая разделяла бы мои идеи и стремления. Ах, если бы у меня была девушка, которая бы вместе со мной читала бы мои произведения, тогда бы я был абсолютно счастлив, и ничего бы другого, ничего бы больше не хотел». Тереза как-то пыталась спасти ситуацию, говорила Добролюбову, я очень хочу почитать книги, если можно, пришли мне «Колокол» и «Современник», очень хочу их почитать. «Колокол» — это была газета Герцена, которую он издавал в Лондоне, а «Современник» был журнал, в котором работали Добролюбов и Чернышевский, но Добролюбов чувствовал, что это, конечно, уловка, что образовываться она совершенно не хочет. В 1860 году отношения Добролюбова и Терезы полностью себя исчерпали, и Тереза уехала в Дербт, сейчас этот город называется Тарту, в поисках новой жизни, и сказала, что она устроилась на акушерские курсы. И, следовательно, не находят этому подтверждения, вероятно, всего Тереза всех обманывала. Почти в каждом письме Тереза вымаливала Добролюбова «Пришли мне, пожалуйста, еще 100 рублей». «Пришли мне, пожалуйста, еще 100 рублей». Сначала нужно было платить за образование, потом нужно было платить за какие-то экзамены, потом она сказала, что у нее все вещи сгорели и надо платить, а потом она написала, что когда она работала акушеркой, в ее смену умерла роженица, и теперь ее должны посадить в тюрьму, если она не выплатит штраф в 650 рублей. В этот период Добролюбов уже очень тяжело болел туберкулезом и в следующем году умер. Перед смертью, перед самой смертью в последние дни он отправил Терезе последние 200 рублей. Терезе перестали приходить в письма от Добролюбова, и она начала писать Чернышевскому. И что интересно, Чернышевский тоже начал отправлять ей деньги. Но недолго, в 1862 году, его арестовали. И Добролюбов, и Чернышевский, конечно, прекрасно понимали, что Тереза их обманывает самым наивным путем, но они жалели ее и продолжали ей помогать. Что случилось дальше с Терезой Грюнвальд после 1962 года, мы не знаем, ее след потерялся в Дербте. Но интересно, что в романе «Что делать», который Чернышевский написал в следующем 1863 году, нашлось место истории о спасении образованным человеком, падшей женщине. В романе есть персонаж Кирсанов, который также выкупает из публичного дома проститутку Настю Крюкову. Но в отличие от Терезы, Настя Крюкова действительно хочет развиваться. Настя Крюкова устраивается на работу, потом она попадает в мастерскую Веры Павловны. В общем, Настя Крюкова становится новым человеком. И можно сказать, что Настя Крюкова стала таким идеалом для Добролюбова, которого у него не было в жизни. Семейные проекции Герцена, Чернышевского и Добролюбова первые сороковых, второй, третий, пятидесятых годов, кажется, потерпели свой крах, но они были первопроходцами и не боялись пробовать и жить по-новому. К тому же из этих семейных драм получились великие произведения, которые мы читаем сейчас. Чернышевский писал своей жене, что пройдет сотни лет и наши имена будут вспоминать с какой-то благодарностью. Вот прошло полторы сотни лет и мы вспоминаем их имена, но, кажется, они оставили больше вопросов, чем ответов. Например, такой вопрос. Их теории были благородные и вообще они пытались дать человеку свободу. Почему же из этого ничего не получилось? И второй вопрос. А можно вообще изменить человека? Или нужно любить его таким, какой он есть? Продолжение следует... Продолжение следует...